Ооо, привет, привет! Познакомьтесь, это мой двоюродный брат. Да, здравствуйте. Что ты можешь сказать обо мне? Итак, первое, что я приобрела, это вот такие вот серёжки. Айнур. Вот, смотрите, как снималось это видео. Это всё, что осталось. Теперь я должна всё это убирать. Они меня тоже, конечно же, спрашивают про мою работу. Нашла ли я? Обычно мы никогда с ней не ругаемся, но что-то сегодня она... Вот она! Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет влог, на улице вообще ужасная погода. Но, несмотря на это, мы со схватимой решили, что сегодня мы будем снимать новое видео, как мы едим меню из Макдональдса и из KFC. Будем сравнивать, какое же лучшее. Я, если честно, больше люблю Макдональдс. Поэтому сейчас Фатя направилась покупать из Макдональдса. Я сейчас пойду в KFC, мы закупимся и будем снимать новое видео. Видео будет не на моём канале, а на канале Фатя, поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылка будет в инфобоксе. Вот как всегда ничего не успеваю. Так получилось, что я поздно встала, еле как-то прибралась у себя в комнате и просто пулей направляюсь в сторону KFC. Ужасный у меня есть, честно, прикид. Я похожа на бомжиху в старых своих джинсах. И ещё взяла с собой шапочку. Посмотрю на улице, если все ходят в шапках, то тоже надену. Если нет же, положу в сумку. Всё-таки я надела шапочку. Ну и что, что я выгляжу как дура. Главное, что мне тепло. Не правда ли? Я сейчас, значит, в KFC жду свой заказ. На самом деле мы очень много всего заказали. Я просто не думала, что Фатя Макдональдса возьмёт, не знаю, по 2 гамбургера, не знаю, по 2 колы, по 30 наггетсов. Поэтому пришлось здесь тоже это всё купить. Я не знаю, как мы это будем всё есть, потому что реально очень много. Уже всё закупила. Половина, значит, у Фати. Я направляюсь в её сторону. Жду Фати, а её что-то всё нет и нет. Обычно мы никогда с ней не ругаемся. Но что-то сегодня она... Вот она! Что-то так долго. Что-то меня целый день фигнилируешь, а? Правильно я сняла в KFC. Я думала, что это на той части выхода метро. А оказывается, это здесь. Я же говорю, я всегда видела KFC. Мы, в общем, сняли видео про фастфуд. После этого, значит, я перекидываю всё на компьютер. А что делает Асфатима? Спит. Вот, смотрите, как снималось это видео. Это всё, что осталось. Теперь я должна всё это убирать. И вот эти вот пакеты. Фатя, может, ты мусор тоже вынесешь? Ты всё равно уходишь. Где у вас мусор? Ну, в смысле, вот эти пакеты. Быстрее собирай, да. Я спешу на работу. Собери пока, Илга. Смотрите, какая я эгоистка. Отправляю этот пакет с подругой. Тима, ухорочий, как я тебя обожаю. Где я тебя нашла? Фатя, значит, уже ушла. Я у неё на телефоне увидела вот такую вот кобурку. Самое прикольное заключается в том, что у нас с ней одинаковые телефоны. Я с лёгкостью могу отжать у неё кобуру. Какая прелесть. Мне она очень понравилась. Я её взяла себе. Как хорошо иметь такую подругу. Красота. Я сделала, значит, вот такой вот макияж. Точнее, просто накрасила губы в такой вот фиолетовый цвет. И матовая помада. Получилось очень красиво. Как вам? Пишите в комментариях. Что делаю я сейчас? Я сейчас отправляюсь к своей тёте. Ещё по дороге я хочу посмотреть серёжки. Хочу себе прикупить что-то новенькое из бижутерии. Обязательно возьму вас с собой и что-то поснимаю. Также мне нужно переделать ноготочки. Посмотрите, как они у меня отросли. И уже везде вот стразики повыпадали. А всё это связано с тем, что уже четвёртую неделю я хожу без коррекции. К сожалению, у меня плохое зрение. И почему-то вечером я очень плохо вижу, поэтому не знаю, останется ли ноготочки на сегодня или переделаю их завтра. Но я просто хотела вам заснять видео. Сам процесс коррекции. Очень мне что-то понравилась эта помада, как смотрите на видео. Самое моё нелюбимое. Ждать. Айнур. Так, я уже на месте. Сидим, чай пьём. С женой моего двоюродного брата. Они меня тоже, конечно же, спрашивают про мою работу. Нашла ли я. Но я на самом деле пока что не особо ищу. Я хочу заняться Ютубом, развитием своего канала и так далее. Я сейчас на кухонке Первонет. Покажите. Передай привет моим подписчикам. Всем привет. Я вот на театре Айнур не могу есть и говорить. Я снимаю блог. О, привет, привет. Познакомьтесь, это мой двоюродный брат. Да, здравствуйте. Что ты можешь сказать обо мне? Я могу сказать, что это самое прекрасное, самое очаровательное. Когда она жила в России, очаровывалась Россия, а теперь... А теперь кайфует Азербайджан, да. Спасибо. Видите, как меня ценит мой двоюродный брат, да? На протяжении всего дня мне все делают комплименты по поводу этой кофточки. Как вам? Пишите обязательно в комментариях. Особенно с этими старыми джинсами вообще супер сочетается. Смотрите, какая интересная штука у них есть. Зачем она нужна, не знаю. Вроде как это игрушка. Итак, первое, что я приобрела, это вот такие вот сережки. Они очень-очень нежные, так переливаются. Очень красиво смотрятся на ушках. Это обычные гвоздики в серебряной расцветке. Они были также и в золотом цвете. Я взяла именно в серебряном. Я металась между трех моделей, которые сейчас вам покажу. В конце остановилась на них. И я, в принципе, довольна. Не жалею, что взяла их. Стоили они всего два моната. Я не думаю, что служить они мне будут полжизни. Но иногда бывает, приобретаешь и дорогую бижутерию, она тоже не служит тебе. Поэтому я довольна приобретением. Также, кстати, сделала инвентаризацию в своей бижутерии. Много чего я решила просто выбросить, избавиться от того, что я не ношу. Первое, от чего я хочу избавиться, это вот такие вот сережки в форме корон с жемчугом. В принципе, все с ними замечательно. Носить можно, но уже на протяжении полугода я их не ношу. Поэтому просто выбрасываю. Далее, раз мы уже начали говорить про гвоздики, покажу вот такие. Они совершенно детские. Я думаю, что мне они уже не подходят, как-то по-детски смотрятся, не очень красиво. Немножко потемнел металл, вы можете это заметить, поэтому также избавляюсь. У этих сережек также была вот такая вот интересная подвесочка. От нее также избавляюсь. Здесь вот никак не могу отцепить. Есть еще и такие сережки. Также есть кулончик. От этих я уже давно хотела избавиться. Даже показывала вам в видео, но в конце так получилось, что я их пожалела. Думала, что носить буду, но, как видите, не ношу. Немножко изменился цвет у этой вот застежки, но в общем и целом, в принципе, их можно носить. Но мне они уже не нравятся, к сожалению. Далее, значит, идет вот такая вот подвеска. Это, кстати, комплект. Сейчас еще покажу вам сережки. Очень красивые. Заказывала их на Алиэкспресс. Просто не ношу подобный формат. И также вот здесь застежка также потемнела. Поэтому однозначно избавляюсь. Либо кому-то отдаю. Только кому, пока не знаю. Также у меня есть две пары сережек, которые были у меня дома. Я не знаю, куда делась вторая пара. Просто обожала вот эти сережки. Сколько не носила, не потеряли цвет. Заказывала на сайте Алиэкспресс. Очень сильно их любила. Но, как видите, к сожалению, я потеряла вторую пару. Причем дома надеялась, что найду. Но, как видите, не нашла. Поэтому уже избавляюсь. И дальше вот такая вот сережка. В принципе, эти сережки намного дешевле стоили. Я их заказывала тоже на Алиэкспресс. И также потеряла одну из пар. Причем я прям помню момент, когда я их потеряла. Одна из них выпала у меня из рук. И потом я не нашла ее на полу. Далее, значит, пусеты, которые я совершенно не ношу. Как видите, они немножко потеряли цвет. Поэтому однозначно от них избавляюсь. У меня вообще пусетов очень много. Долго думала, от каких я буду избавляться. И остановилась на этих. Далее, значит, заколка для волос. Она просто сломалась. Поэтому от нее тоже просто избавляюсь. И последнее, что я вам сегодня покажу. Я все-таки сомневаюсь. Оставлять или избавиться? В принципе, я их не ношу. Но они в хорошем состоянии. Носить можно. Пока что подумаю. Быть может, избавлюсь. А быть может, и оставлю. В общем, оставим это все на раздумьях. Также, кстати, совсем забыла вам показать. Хочу избавиться от вот таких вот сережек. Они мне прослужили очень долго. Но, как вы видите, они здесь немножко потемнели. То есть, металл потерял свой цвет. Поэтому избавляюсь. В принципе, сзади это совершенно незаметно. Но когда я снимаю сережки, это становится видно. Так как бижутерии у меня много. Я постоянно покупаю что-то новое. Я думаю, что зачем носить то, что уже потеряла свой первоначальный вид. Тем более, у меня бижутерии много. Я ее люблю покупать. Люблю ее коллекционировать. Вот браслеты тоже пыталась разобрать. Но так я не смогла ни от чего избавиться. Поэтому пока что это все у меня будет лежать в коллекции. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас эта мелочь для меня безумно приятна. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока! Продолжение следует...